Прошу выдать мне бумагу и перо. Фёдор Васильевич, выдайте поэту бумагу и коротенький карандаш. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда ещё лежал в жару и в бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей с глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трехины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нём в одном и заключается истина. И мучился, глядя на других. Бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями. Но армии уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя. Ряды расстраивались. Воины бросались друг на друга. Кололись и резались. Кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат. Созывали всех. Но кто и для чего зовёт, никто не знал того. А все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремёсла. Потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки. И не могли согласиться. Остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи. Соглашались вместе на что-нибудь. Клялись не расставаться. И тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое. Чем сейчас же сами предполагали. Начинали обвинять друг друга. Дрались и резались. Начались пожары. Начался голод. Все и всё погибало. Язва росла. И подвигалась дальше и дальше. Спастись во всём мире могли только несколько человек. Это были чистые и избранные. Предназначенные начать новый род людей и новую жизнь. Обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видал этих людей. Никто не слыхал их слова и голоса. Я единственный выживший, оставшийся в Нью-Йорке. Я выхожу в эфир на средних волнах. Если ещё есть кто-то живой, если кто-то выжил, я могу дать вам еду. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь, отзовитесь. Вы не одиноки.